Отныне прогулы школьников могут выйти боком их родителям. По крайней мере, показательный случай уже имеет место быть в Ирландии. В городе Голуэй решили по-своему бороться с этим подростковым пороком. Судья Аллан Митчелл вынес неординарный приговор. Он переложил функции правосудия на плечи 15-летнего сына подсудимых. Уголовное дело было возбуждено по факту злостных прогулов школьника. Из 114 учебных дней он пропустил 91. В этом факте судебная система Ирландии усматривает угрозу существования общества и государства в целом. Если каждый подросток будет сам решать, посещать школу или нет, в стране наступит анархия. Ранее школьного прогульщика уже предупреждали о пагубных последствиях его поведения для родителей, но юноша так и не внял требованиям властей. В соответствии с курьезным решением служителя Фемиды, мальчик сам должен определить, кто из его родителей сядет за решетку. Одному из пращуров уготовано наказание в виде трехнедельного срока лишения свободы, а второе делается условным сроком. Судья дал подростку 24 часа на раздумья и принятие решения, которое станет роковым для одного из его родителей. Со своей стороны адвокат парня предложил отложить окончательное решение по делу на месяц. К тому времени мальчику исполняется 16 лет и он сможет сам нести наказание за свои поступки. Судья с предложением согласился, но лишь с тем условием, что подросток будет исправно ходить в школу. В противном случае один из его родителей лишится свободы. Родителей же господин Митчелл попросил собрать вещи и быть готовыми отправиться в тюрьму, если сын не изменит своего поведения. Судья решил, что будет отправлять нерадивых родителей за решетку попеременно и так до тех пор, пока юноша не исправится. А это уже совсем другая история. Знакомьтесь, Тимоти Донор. Он не капитан баскетбольной команды, не президент студенческого совета и даже не главный герой театральной постановки. Но этот 17-летний парень даст фору любому из своих однокурсников, если вообще не любому, американскому тинейджеру. Донор говорит на 20 языках мира. В их числе французский, латинский, древнегреческий, китайский, японский, иврит, пушту, хинди, индонезийский, волов, хауса, суахили, немецкий и итальянский. Хорошо, всем привет. Если вы видели мое первое видео, возможно, вы знаете, что я изучил русский без учителя. И моя самая большая проблема на русском это ударение. И произнесение. И грамматика. В родном городе Тимоти, Нью-Йорке, живет много итальянцев, мусульман, африканцев, русских, немцев и японцев. И этот парень может со всеми ними общаться. Первым Тимоти выучил иврит, потом переключился на арабский. Он не только стал учить фарси, но и следить за политической ситуацией в Иране, читая газету «Тегеран-Пост». После этого остановиться он уже не смог. В большинстве случаев людям нравится умение полиглота. Конечно, бывали и комментарии типа «Ты что, шпионом тут будешь работать?» Но в большинстве своем реакция позитивная. Практиковать свои разговорные навыки Тимоти пытается любыми способами. В китайском квартале он совершенствует свой мандаринский, а у продавца кебаба – арабский. Зачастую Тим просто старается слушать людей на улице. Бывает, невзначай идет за кем-нибудь. Еще по утрам, когда едет в метро, тоже слушает разговоры попутчиков. Однажды он с отцом был в еврейском ресторане. Там сидели двое израилетян и на иврите обсуждали поведение иностранцев за соседним столиком. Они смеялись над тем, как те ели еврейскую пищу и как они одеты. Тогда полиглот подошел к ним и сказал, что тоже говорит на иврите и вышел. Для евреев был конфуз. Еще Тимоти совершенствует свои навыки языка по скайпу. Говорит, что у него есть друзья и из Афганистана, и из Сингапура. Впрочем, главной школой для него по-прежнему остаются улицы города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова